Не было ли неинтересно играть? Нет, конечно же нет. Это тренировочная игра. Для меня это вообще в Майке молодежной сборной первая игра. Я не поехал на турнир, постоянно не здоровья. Мы отрабатываем сейчас пробу игроков, которые тренер не уверен, или меняют там кондиции, и смотрим на скорость, что нам нужно доработать, на комбинации какие-нибудь. Ну, то есть команда для нас чуть неудобна, белорусы так сразу начали активно, и мы так подсели чуть-чуть. Ну, ничего, уже будем во второй игре так более-менее играть поумнее. Сегодня было очень много ошибок, очень много. Если мы хотим какую-то игру выиграть в дивизионе А, то с 20 потерями мы это не сделаем. Потому что с этой командой нужно более аккуратно играть. Если мы будем с этой делать по 20 потерь, то как мы будем там играть, в дивизионе А? Я тут много знаю уже и тренера, я с ним встречался в дубле, и на тренировках мы разговаривали часто. Много игроков мы уже не одну сборную прошли, уже 4 или 3 сборных мы уже вместе. То есть чувствуем друг друга тут без проблем, взаимопонимание есть. У нас, я увидел, что есть неплохая задняя линия. К сожалению, нет, нет, вот, нетипичная для украинских команд перебор задних игроков и недобор высоких. Обычно мы сталкиваемся с тем, что у нас недобор задних, а перебор больших. Вот в этом возрасте получается, что передняя линия низковатая, как по мне. Но это компенсируется количеством, неплохим качеством и количеством задних игроков вторых номеров и третьих номеров. Пока что видно, что лидер команды Липовый не в форме, потому что он пропустил из-за болезни. Но я думаю, что команда должна набрать, набрать, еще сыграет несколько игр и полетит в Испанию, наберет форму и там постараются, в общем-то, достойно показать достойный результат. Мне трудно судить, трудно судить о уровне Белоруссии. Как бы команда, команда приехала первый день. Ну, знаете, обычно первая игра, она очень сложная. Вот будет интересно, как следующие игры будут, может покажет совершенно другой рисунок и команда Белоруссии по-другому будет играть. Пока что у команды видно, есть потенциал, есть кому забивать, есть игроки, которых можно подменять, есть достаточно длинная скамейка. Но единственная проблема, что пока что из реальных таких центровых пока что один центровой в команде. И поэтому, поэтому, вот в этом, я думаю, может быть у нас проблема. Если столкнемся с командами, у которых есть в плечи мощные, мощные, хорошо обученные центровые, может оказаться проблема. Национальный сборный есть? Ну, я думаю, первый кандидат, один из самых ближайших, это Липовый. Ну, остальные пока, я думаю, что несколько человек могут быть кандидантами в молодежную сборную, 25 и младше. Ну, через годик пройдет чемпионат. Я думаю, надеюсь, ребята будут бороться за попадание в основные составы или, в худшем случае, основными игроками дубля. И я думаю, что уже будет такой первый подход резервов. Я думаю, что это поколение даст в украинскую сборную несколько неплохих резервирующих, неплохих снайперов. И мы будем надеяться, что, скажем, вот эти ребята будут продолжать прогрессировать. Спасибо. Ну, вы знаете, не совсем легкая, потому что, как бы, сопротивлялась и команда соперник играла. Потом надо было дать поиграть всем игрокам, то есть, посмотреть, нас 14 сейчас, вот сегодня участвовало в игре. Пора принимать решение, 12 игроков оставлять, которые поедут сильнейшие, которые поедут на чемпионат Европы. Вот, потом Саша Липовый только вот влился в коллектив, то есть, он не был на турнире в Турции, и здесь, получается, немножко связи, ну, нарушены. Новый игрок, надо понять друг друга и так далее. Ну, а, в общем-то, ну, как бы, с защитой, ну, есть какое-то удовлетворение, но есть и проблемы. Вот, ну, и, в общем-то, ребята старались, старались, хотят, как бы, каждый из них хочет попасть на чемпионат Европы, выкладывались в полную силу. Но есть, есть проблемы еще есть. Завтра будем играть, будем завтра обсуждать проблемы и исправлять. А как Липовый явился в команде? Ну, Саша опытный игрок, и ему, как бы, в такой коллектив довольно легко, как бы, влиться. Он легко читает игру и так далее. Главное, чтобы партнеры его понимали. После Турции, ну, у нас довольно проблематично выглядело подбор на корзинах, то есть мы из пяти игр выиграли только один в одной игре подбор, кстати, которую проиграли Латвии. И есть проблемы в защите. То есть мы пропускали больше 70, 78, там, и 88 очков. Ну, сегодня чуть меньше, и это, как бы, ну, вселяет какую-то уверенность. То есть именно над этим и работали. Соперникам, спарринг соперникам, вы довольны? Не слишком слабая команда? Ну, вы знаете, другой нету. То есть, ну, когда вели поиск спаррингов, ну, откликнулась только Беларусь, потому что практически у всех команд были расписаны уже турниры и так далее. И все-таки надо играть, и играть с соперником, потому что между собой игры тренировочные-то одно, а когда незнакомая команда, незнакомый соперник, это совсем другое состояние. Игроков, и все-таки соревновательная, международная игра и так далее. Спасибо.